На одном из главных телеканалов Турции, ТРТ-1, ведущий рассказал, какие территории должны войти в состав Турецкой империи Турции к 2050 году, через каких-то 30 лет. В какой стране собираются жить наши дети, наши внуки? Турецкая империя будет включать в себя Армению, Грецию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кипр, Грузию, Абхазию, Осетию, Сирию, Йемен, Оман, Ирак, Кувейт, Ливан, Египет, Ливию и так далее, а также южные регионы Российской Федерации, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Саратовская область, Самарская область, Чувашию, Чечню, Дагестан, Адыгею и так далее. Со стороны Украины, Донецкой области, Луганской, а также другие территории, большая часть Средней Азии, а также вассал Турции, Азербайджан. Я одно только удивление испытываю, когда зачитываю весь этот длинный список. А что они так рано останавливаются? Есть предположение, что в зону новой Османской империи отойдут и другие, гораздо более северные территории, для этого уже сложились все основания. Север России становится третьим исламским макрорегионом после Кавказа и Поволжья. На Кавказе мусульмане живут исторически, в Поволжье мусульмане, это татары и башкиры, тоже живут исторически очень давно. Сейчас в Москву ввезется огромное количество мигрантов, просто колоссальное. Причем, как только мигранты перестают сюда приезжать по тем или иным обстоятельствам и причинам, московские власти, официальные, делают все, чтобы возобновить, возобновить приток рабочей силы. Потому что с россиянами они работать не готовы. Они понимают, что россияне потребуют выплачивать им не половину, а всю зарплату, которая положена по закону. Не все, конечно, россияне. Однако многие. Итак, северные нефтедобывающие субъекты, те самые, которыми мы гордимся, это наше национальное благосостояние, Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, а конкретно Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, за последние десятилетия стали еще одним мусульманским регионом страны. К такому выводу пришли исследователи Института социальной политики ВШЭ, изучив миграционные потоки. На севера, на фоне советского промышленного бума, активно мигрировали инженерные кадры из Татарстана и Башкирии. В 90-е годы к ним присоединились жители республик Северного Кавказа и трудовые мигранты из Азербайджана и стран Центральной Азии. В некоторых крупных городах доля мусульман сейчас составляет уже 10-15%. Достаточно сказать, что в газовой столице России, Новом Уренгое, одна из крупнейших в стране общин нагайцев, этноса прежде исключительно южного, связанного со Ставропольем и Дагестаном. Во всей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямал-Ненецкий автономный округа, действует 94 официально зарегистрированных организаций мусульман. Это даже больше, чем в Чечне. Исследователям известны факты, когда ислам принимало и коренное население, например, немцы. Полярный ислам имеет свою обрядовую специфику. Из-за вечной мерзлоты умерших приходится хоронить в гробу, а не в саване. По этой же причине помещение для омовения в Уду находится внутри мечети, а не во дворе. В магазинах появляются необычные продукты, например, халяльная оленина. Эксперты высшей школы экономики считают, что влияние мусульманского фактора в Западной Сибири будет только расти вместе с численностью уммы исламской общины. О, Владимир Владимирович, спасибо вам за достижения, спасибо за очередной прорыв. Турция, не стесняясь, заявляет о том, ну, пока что не официальные лица, но на государственном канале. Представьте, если бы на НТВ рассказали, у нас в России на НТВ рассказали, ну, какие-то похожие вещи о том, что, например, мы собираемся присоединить к себе Польшу. Что бы началось в Европе после таких слов? Пусть даже мы собираемся это сделать через 30, 50 или 100 лет. Как вы думаете, что бы тогда началось? Каких бы оплеух мы получили, а что наши официальные органы по этому поводу высказали? Опять проглотили? Мы построили целый турецкий поток. За свой счет мы в Турции строим атомную электростанцию. Турция ни по газовому, ни по ядерному проекту нам ничего не должны и ничем не обязаны. Они с этого только получают. А мы в расчете, что когда-нибудь турки начнут нам платить, делаем все за свой счет, за счет нашего российского бюджета. Что значит за свой счет? Это значит, что нашим старикам недоплачивают пенсии, детям недоплачивают пособий, гробится медицина, образование, социальная сфера, транспортная инфраструктура. У нас хуже качество дорог, что угодно хуже в стране. Потому что для Турции нужно обеспечить дешевую электроэнергию и дешевые поставки газа. Спасибо, Владимир Владимирович. Теперь мы понимаем, каковы ваши приоритеты. Внешняя политика провалена просто катастрофически. Клиптомания, клиптократические интересы нашей правящей элитки толкают страну в бездну. Я прошу прощения. Во многих странах Европы, цивилизованных вполне странах, серьезные проблемы в плане демографии. Да, Европа вымирает, загнивает, это мы все понимаем и знаем. Но когда страны Европы приглашают к себе мигрантов, Некоторые, как Франция, Германия, делают это абсолютно бездумно, абсолютно бессистемно. Но есть страны, в которых есть очень четкая продуманная стратегия. Каждая мигрантская семья селится в окружении других национальностей, других народностей. Это не позволяет им образовать гетто. Если целый дом, отдельно взятый дом, заселен, например, только жителями Таджикистана, Им будет очень легко оставаться в своем мерке. Им не нужно будет учить язык местных. Им не нужно будет думать о включении детей в местную общину, в местную жизнь города и так далее. Напротив, если такая семья, приехавшая из Таджикистана, пусть даже там будет 15 человек, огромное число детей, Но так или иначе, они идут в магазин, они идут в школу, им нужно учить язык, им нужно общаться, им нужно играть, Им для отдыха придется искать какие-то возможности из того, что есть вокруг. И постепенно семьи ассимилируются. Пусть не в первом, во втором, в третьем поколениях это будут самые полноценные, да, с другим цветом кожи, Но полноценные граждане того общества, той страны, в которую они прибыли, в которой они живут. В России что-то подобное делается? Хоть какая-то стратегия ассимиляции пребывающего мигрантского потока производится? Нет. Наоборот, мы говорим, ребят, вы сюда приезжайте, растите здесь своих детей, привозите сюда все свои семьи, А потом мы вам на безбедную старость будем выплачивать пенсии из нашего бюджета, Даже если вы будете жить у себя в родном любимом Узбекистане, Таджикистане, То есть человек будет заранее приезжать в Россию с мыслью о том, что Россия его родиной никогда не станет. Он будет ждать, что через несколько лет я обязательно вернусь к себе, В свои родные, замечательные, среднеазиатские степи, пустыни, горы. Что это за безумие? Что это за бред? Это наша официальная государственная политика. Если вы еще не знали о том, что да, российское государство уже официально заявило, Что мы будем выплачивать мигрантам, которые сейчас у нас здесь работают, пенсию, Так вот, 3 месяца назад эта информация прошла по всем официальным источникам. Можете проверить, а мы переходим к следующему разделу нашей интересной лекции. Крупнейший политический телеграм-канал Низыгр пишет, 7 февраля в Японии отмечали очередной день северных территорий. Что такое северные территории для Японии? Это наши Курильские острова и Сахалин. Он плавно перетекает в празднование начала войны 1904-1905 годов, когда все истинные патриоты страны восходящего солнца с особенной силой могут выразить свой искренний протест потери северных территорий в результате поражения во Второй мировой. Однако в этом году этот день был ознаменован важным заявлением премьера Японии Суга. Но обо всем по порядку. В ходе 4-го Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 1918 года Россия и Китай фактически предложили Японии двухкомпонентный план выхода из ее нынешнего геостратегического тупика, связанного с претензиями на российские территории. Путь Йосихида Суга успел подписать с Китаем соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Правда, в отличие от проекта СВА, без участия не только США, но и России. А также, как сказано выше, выступая в нынешний день северных территорий, сообщить, что условия мирного договора Японии с Россией, внимание, почти согласованы. Да, это было официальное заявление. Новый японский премьер заявил, что условия заключения мирного договора с Россией почти согласованы. Хотя все последние десятилетия речь шла о том, что мирный договор с Россией может быть подписан. Вообще не факт, что нам это надо. У нас и без мирных договоров с Японией все вполне нормально и прилично. Но японцы настаивали, что он может быть подписан только в случае передачи южной части Курильской гряды. Прокремлевский низыгрь оправдывает интересную позицию переговоров. Возможно, такое необычное заявление не сознательная ложь и не добросовестное заблуждение политика, а выражение принципиального согласия официального Токио на суверенитет РФ над южными Курилами, при условии совместного экономического использования данной территории. Это очень интересно. Она при этом может получить статус федеральной и таким образом обозначить контуры компромисса по японским притязаниям на бесспорно российские земли. Ребята, это гениально. Это знаете, когда вас во дворе темной ночью останавливают и говорят, дружище, а даже денег, а сколько надо, а все сколько есть. Я тебя обязательно верну, ты поверь. Человек не один, их может быть двое, трое, пятеро. Но тебя не грабят, нет, в долг берут. И часы заодно, и мобильный телефон. Ну, ты не думай, не думай. Обязательно вернут при первой же возможности. Несомненно, так и будет. Здесь то же самое. Это гениальный ход, просто гениальный. Вы уже рады, да? С Японией-то подпишем, наконец-то, мирный договор, великий прорыв Путина, достижение. Нам об этом расскажут, как о величайшей победе, прекрасном успехе. О чем речь идет? Курильские острова останутся нашими. Суверенитет России закреплен теперь в Конституции, бла-бла-бла, все отлично. Но все, что там есть, полезные ископаемые, возможно, найдутся газовые или нефтяносные месторождения, какие-нибудь металлы, ценная там урановая руда, алмазные месторождения, рыба, водоросли, все, что угодно. Японцы смогут этим пользоваться. Так же прекрасно, как и россияне, а у Японии гораздо более развитая промышленность. Соответственно, тысячи морских миль, просторов водных, со всеми водными и подводными, и околодонными богатствами перейдут в фактическое пользование японской стороной. Низ Игорь об этом вот-вот. Эксперт раскладывает. Территория получит федеральный статус. Суверенитет РФ над Южными Курилами при условии совместного экономического использования данной территории. Короче, все ресурсы прямиком в Японию. Наши российские города. Мы заселим мигрантами из Средней Азии. Потом эту территорию нахрен себе захватит просто Османская империя и все желающие с других сторон. Потому что у нас просто вообще нет своего плана, о чем мы хотим от этого мира, от истории. Каково место России и россиян в будущем нашей планеты Земля. У нас сейчас нет никакой миссии, никакой цели. На государственном уровне. Это государство сливает все. Сливает наше будущее. Японцы отхватят кусок Дальнего Востока. Это же гениально. Формально территория останется российской. Путин будет величайшим президентом. А постепенно сначала южные Курилы японцы получат в экономическое пользование. Потом все Курилы. Потом Сахалин. Потом Камчатку. Такого подхода к решению спорных вопросов еще не было. Да, несколько островков на Амуре передали Китаю. Даманский и другие. Это проблема, это мрачное позорное пятно в нашей истории. Окей, ладно. По крайней мере они маленькие. Это как-то можно еще понять. Там с Китаем урегулировали все вопросы, теперь вопросов нет. Ну может быть в этом был смысл. А с Японией сейчас, что это такое? Сам подход. Официально они наши. Но пользовать их в хвосты и в гриву можете вы. Это ли не предательство суверенитета Российской Федерации? Ну и напоследок, напоследок. Министерство сельского хозяйства просит пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. Местные жители не хотят собирать урожай даже за повышенную плату. Интересно, о какой плате идет речь? Давайте посмотрим. У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний. И они не хотят работать даже за повышенную плату. Ага, вот оказывается в чем вопрос. Мы малообразованные, чтобы в поле работать. Понимаете, мотыгой, лопатой, картофель там выбирать или сажать. Необходимых знаний нет. Конечно, у жителей Таджикистана, Узбекистана, Казахстана таких знаний гораздо больше. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручил Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК. Закрытие границы за коронавирусом остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства. По оценкам РАНХИКСа, в российском агропроме может быть задействовано до полумиллиона иностранцев. О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. Вот у меня, например, сразу возникает несколько вопросов. Ребят, сезонные работы. То есть вы привезли на июнь, июль, август, ну, например, еще май, сентябрь, привезли мигрантов, а потом вы их обратно отвозите, правильно? Или нет? Или они остаются в стране и делают хрен знает чего? И это никого не волнует, никого не интересует. Полмиллиона человек. Плюс, возможно, семьи. Это же ящик Пандоры. А вы уверены, что у нас полмиллиона человек, рабочих рук не найдется в стране? Вот кто за этот бред отвечает? Друзья, что думаете о сложившейся ситуации? О том, что наше правительство само приглашает сюда мигрантов, все народы в гости к нам, для строительства, для дорог и подметания улиц, а теперь еще и для сельского хозяйства. Без мигрантов Россия вымрет. Просто примите это на веру. И, конечно, никакой стратегии, как во многих адекватных европейских странах, мы придерживаться не будем. Это успех. Это то, чем мы будем гордиться когда-нибудь. Это, конечно, сарказм. Только вместе мы сила. Пора брать ситуацию в свои руки. Друзья, просыпаемся, активизируемся. 23 числа. Центр Москвы. Встреча с депутатами. Приглашаю всех. Это законное мирное собрание. До новых встреч. Прорвемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok